Девушки отдыхают Их жизни спасли медики Расскажем, как бойцы Росгвардии спасли двух девочек от падения с крыши Стоят там на крыше, орут Поставят машину, я спрыгну тебе на машину 35-летний казанец лишился денег и ценностей после лжепроверки газового оборудования Необходимо знать, что обслуживание газового оборудования в республике осуществляет только две организации Как отличить сотрудников газовой службы от мошенников? Это и не только прямо сейчас Приехал в гости к своим близким и едва их не убил Кровавый конфликт между родственниками произошел в квартире одного из домов по улице Чуйкова в Казани По предварительной версии, 17-летний молодой человек нанес ножевые ранения отцу и бабушке Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова Все произошло в районе 8 часов вечера Как установили полицейские в квартиру, где проживает 51-летний мужчина и 81-летняя женщина Приехал их родственник, 17-летний юноша из Алексеевского района Молодой человек планировал погасить у своих близких пару дней Но планом, судя по всему, помешал конфликт По предварительной версии, повздорив с членами семьи, парень схватился за нож Досталось как его отцу, так и бабушке Пожилой женщине он изрезал лицо, а мужчине нанес удары ножом в грудь Сразу после преступления молодой человек выбежал на улицу в окровавленной домашней одежде Он бродил по дворам до тех пор, пока его не заметили нерадушные прохожие Они и отвезли его в ближайшую больницу К тому моменту о происшествии узнали стражи порядка Прочесав местность, они получили информацию о местонахождении подозреваемого Молодого человека задержали в больнице и доставили в отдел полиции Парня привезла такси или просто приезжающий водитель Увидев, что молодой парень весь испачканный в крови Думали, что у него самого какое-то кровотечение Но в итоге оказалось, что он просто поранил своих родственников И испачкался в крови, и был доставлен попутной машиной к нам У него роман самого меня В эту же больницу госпитализировали и пострадавших Врачам удалось спасти жизнь обоим Женщина 36-го года рождения, бабушка уже переведена в отделение А отец 66-го года рождения, мужчина, он находится пока в реанимации Он уже в ясном сознании, на вопросы отвечает Состояние его абсолютно стабильное Угрозы жизни на данный момент нет Что стало причиной такого поведения подозреваемого, сейчас выяснеют следователи Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112 Предотвратили трагедию В Нижнекамске четверо военнослужащих Росгвардии Не дали двум девочкам упасть с крыши торгового центра Пока двое солдат стояли внизу и отвлекали школьниц Их сослуживцы забрались на крышу здания Незаметно приблизились к детям И уберегли от рокового шага Подробности в материале Аллы Рыковой Этот случай произошел во время плановой рейда полицейских Проходя возле торгового центра, стражи порядка попытались пообщаться с группой подростков Но две девочки убежали и спрятались в подсобке торгового центра Что было дальше, рассказал очевидец Хотели ли они пойти на этот шаг или просто таким образом попытались скрыться Сейчас это предстоит выяснить сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних Но сама спасательная операция развернулась вот по такому сценарию В 7 вечера солдатам Росгвардии по рации пришло сообщение о том Что на крыше торгового центра стоят два подростка Четверо патрульных, которые находились рядом, подошли к магазину Кто-то из них начал отвлекать девочек разговорами Другие в этот момент незаметно пробрались на крышу и оттащили подростков с края Сотрудник соседнего заведения тоже поделился впечатлениями от этой истории Она была пьяная Явно она была как бы не в своем думе Айрат Менигалиев, Александр Борецкий, Руслан Кайтмазов и Розил Нуриев Вот именно тех, кто занимался спасением девочек Служащие Росгвардии после этого случая передали детей сотрудникам полиции А сами отправились дальше патрулировать город Алла Рыкова, Александр Комаров, Максим Липин, Вызов 112 В набережных Челнах столкнулись два КамАЗа По предварительной версии 37-летний водитель грузовика, груженный зерном, потерял управление и врезался в большой груз с цистерной для откачки жидких бытовых отходов Которым управлял 24-летний молодой человек В результате 37-летний мужчина был доставлен в больницу с раной колена и подбородка Еще два грузовика столкнулись прошлым вечером в Зеленодольском районе На 738-м километре трассы М7 не разъехались грузовой Мерседес и грузовик Вольво На место выехали экстренные службы Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы машин, чтобы двигатели не загорелись В результате аварии 49-летний водитель Мерседеса получил ушибы грудной клетки 63-летний водитель Вольво ушибы ноги, руки и грудной клетки Другая серьезная авария произошла в Пестричинском районе На 20-м километре трассы Казань-Шамардан, Лада-Самара, уходя от погони, вылетела в кювет и загорелась По предварительным данным, 33-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения Мужчина не пострадал, а огонь потушили полицейские Прибывшие на место спасатели вытащили легковушку на дорогу и отключили аккумулятор автомобиля Ночью в Рыбнослободском районе Татарстана Лада-12 модели врезалась в стоящий на обочине грузовик Все произошло на 920-м километре трассы М7 Основная сила удара пришлась на правую переднюю часть легковушки В результате столкновения пострадал пассажир Лады с переломом плеча и многочисленными ушибами Его госпитализировали в больницу В Татарстане увеличилось число мошенничеств под видом проверки газового оборудования Полицейские предупреждают, в группе риска не только пенсионеры На днях таким образом 200 тысяч рублей лишился 35-летний казанец Как отличить сотрудников газовой службы от мошенников и по каким признакам они выбирают своих жертв И как действует, знает Алина Бережная Они представились сотрудниками газовой службы Зашли в квартиру, попросили документы на плиту, зажечь газ, были еще какие-то просьбы Потом сказали, что все в порядке и ушли После этого 35-летний казанец недосчитал с ювелирных изделий и денег Ущерб оценил больше, чем в 200 тысяч рублей В полиции узнал, такое сейчас не редкость Необходимо знать, что обслуживание газового оборудования в республике Осуществляет только две организации Казань-Горгаз и Газпром-Трансгаз-Казань По заявлению их пресс-службы, сотрудники этих организаций Осуществляют обход квартир только для планового техосмотра План обхода составляется заранее Мошенники, как правило, 2-3 человека Представляются газовиками, заходят в квартиры Выбирают те, где дома один человек Пока один из визитеров якобы проверяет оборудование Отвлекает хозяина, другой обыскивает жилье И забирает все ценное Все сотрудники Казань-Горгаз и Газпром-Трансгаз-Казань В обязательном порядке имеют при себе служебные удостоверения Кроме того, на униформе работников изображен логотип организации Полицейские советуют быть будительными и убедиться Что визитеры действительно имеют отношение к организациям Сотрудниками которых представляются А детям и внукам почаще звонить родителям И предупреждать об опасности Алина Бережная, вызов 112 Что такое обезьянные заторы, чего не следует делать, чтобы добиться славы Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы» Сотни диких обезьян парализовали движение на автодороге в Таиланде Курьезный случай запечатлели очевидцы На их глазах стая приматов буквально организовали желтую реку Устроив настоящий затор на дороге Как оказалось, причина в таком поведении животных стали громкие фейерверки А этот строитель не на шутку разозлил кенгуру Иначе чем объяснить такую реакцию сумчатого На протяжении двух минут животное сражалось с соперником, словно боксер Остановил безумие лишь его соплеменник Благодаря ему кенгуру завершил бой и потерял интерес к человеку Эксперимент британского блогера закончился не так весело, как начался Молодой парень решил прославиться, зацементировав свою голову в микроволновой печи Свою цель он выполнил, но явно не так, как хотел Сначала он надел на голову пакет, засунул его в микроволновку А друзья залили все это цементной смесью и ускорили процесс застывания при помощи фена Затем последовала фотосессия, но освободить голову никто из окружающих так и не смог Потратив битый час на тщетные попытки, молодые люди вызвали спасателей Они успели помочь пленнику до того, как он задохнулся Альбина Минебаева, вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии был Сергей Хайдаров До встречи и не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин